Маршрут губернаторского рейда держался в секрете от журналистов и чиновников до самого последнего момента. Итак, первая остановка и первые поручения звучат в адрес городского хозяйства. Разгружать центральные улицы и не забывать про дороги дублеры. Это улица Рыбацкий причал. Она идет параллельно улице Степаняна до Судгородка. Она есть в плане капремонта со сроком окончания на первый квартал следующего года. Но уже сейчас ездить по дороге весьма проблематично. Вот вы пройдите сами со своими подчиненными и сделайте хотя бы ямочный ремонт. Там, где это асфальтовое покрытие есть. Есть ямочный ремонт? Да, хотя бы ямочный ремонт там. Параллельно проектируйте с расширением. Там, где возможно сделать ямочный ремонт по этой дороге. Там, где асфальтового покрытия нет, посмотрите, может быть отсыпать. И спланировать. Есть мы щебнем, здесь подсыпем, спланируем. Может быть отсыпать. Но хотя бы дать возможность, не сделать так, чтобы людям более-менее комфортно было ездить. Второй момент. Возьмите на контроль вот этих товарищей, которые здесь застройщики были. Вот эти отвалы и все остальное благоустройство. Чтобы вывезли строительный мусор. Следующая точка – пляж Парка Победы. В Управлении гражданской защиты ранее рапортовали, что к 10 июня, начало сезона, они завершат минимально необходимые работы по безопасности. А дальнейшим благоустройством займутся уже победители конкурса. На данный момент Центром гражданской защиты Севастополя проведена работа по обследованию пляжей, по обследованию дна. Подготовлен полностью личный состав. Он укомплектован, спасательная станция укомплектована имуществом спасательным. И нами обучены матросы-спасатели, предоставленные сторонними организациями, владельцами и арендаторами пляжей. Город готов к пляжному купальному сезону. Пляж Парка Победы. Здесь достаточно чисто, все побелено, покрашено, карта расширена. А вот только водоросли на гальке вывезти не успели. Губернатора сопровождают предприниматель по итогам конкурса, занимающийся благоустройством территории. Это после шторма, это сегодня будет закончено. Это уже было нормально почиститься, расчиститься. Вы каждый раз будете решать? Конечно. Мы практически раз в две недели будем это производить. Мы полностью вот это все, полностью окрасили, полностью вот это все. Сейчас завариваем входы, потому что это пока перс аварийный. Но они аварийные. Да, срезаем лестницу вон там, с того края. Вот, это полностью завариваем. И по схеме размещения НТО среди торговли тоже упорядочено. Единый вид приведения, в единой концепции. Ну и получается. Получается, да, вот видите, перилы тоже все полностью. Где-то обновили полностью, где-то срезали то, что было ржавое и никакое. Ну вот, людям нравится, вот посмотрите, какая широкая карта. Когда такой карты ты сделала? Я понимаю. Вот это в первую очередь здесь. Здравствуйте. Можно? Да, попросили. Вот нас сегодня, могу сказать, гоняли вот с того. Вот до этого места, да? С детками. Кто? А, который с трактором, с бульдозером. Вот они сегодня. Так я понимаю. Я понимаю, понимаете? Ну, как бы вот сейчас, наверное, как раз разгар пляжного дня, да? Вот работать-то надо, наверное, в такое время, когда люди не отдыхают. Сделайте так, чтобы людям было комфортно. Хорошо? Пять утра будем делать. Просто с детками, вы знаете, вот как бы скакать. Делайте так, чтобы людям было комфортно. Хорошо, есть. Направление у Парка Победы будет, у пляжа, в основном детское. Побольше всего детского будем добавлять. Детские карусели, детские батуты, детские мягкие городки. Побольше всего детского. Следующая остановка губернаторского рейда – кольцевая развязка Хрусталёва-Камышовского шоссе. Подрядчик, осуществляющий работы, называет дату, когда дорога будет сдана. А скупы так сейчас находимся? В результате этот корректированный график, то есть до 1 августа мы скорректировали полностью, вышли уже. Сейчас графика реальных, отставаний нет. Инертные материалы все есть. Инертные материалы все, асфальт заплачен. Все заказано, все сделано. Для нас это жизненно важно. Понятно, мы поэтому приложим все усилия. Хорошо. Срок 1 августа. Тибисов. Каждый день контролировать график. Здесь есть отставание. Корректируется не график, а корректируется объем. Темпы работают. Понятно, да? Совместно с исполнителем. Каждый день. В договоре с подрядчиком прописаны штрафные санкции за невыполнение обязательств. Если подрядчик по каким-либо объективным причинам не укладывается в срок, это один вопрос. Если по субъективным причинам к нему предъявляются штрафные санкции. Кроме того, уже в 20-х числах июня изменится и схема движения конечной остановки троллейбусов на пятом километре. Сейчас эта площадь – сплошной аварийно опасный участок. Здесь конечная электротранспорта, маршрутных автобусов и хаотичная парковка. Задача была поставлена губернатором отрегулировать здесь данный момент движение для того, чтобы это было и безопасно для водителей, и чтобы были наименьшие простои для электротранспорта и не было больших потерь от простоев, которые есть, естественно, для соблюдения графика движения. Поэтому была принята за основу схема, организационная схема. Будет разграничение здесь движения. Любой лековой транспорт, автобус, коммерческий какой-либо, то есть он все будет построено таким образом. Заехать он сможет, выехать не сможет. Инженеры Севэлектроавтотранса презентуют губернатору свою новую разработку – электронный билетно-кассовый аппарат, который будет автоматически выдавать проездные билеты в троллейбусах и автобусах. В случае внедрения системы кондукторы будут повышены до контролёров. Этот опытный образец уже прошёл испытания и начнёт тестовую работу на одном из троллейбусов. По словам директора предприятия, аппарат сертифицирован и практически готов к серийному выпуску. В перспективе он будет подсоединён к городской электронной системе оплаты проезда. Данный аппарат очень уникален, потому что подобное есть только в Чехии. На территории Российской Федерации, как мы его назвали, БК, Б-бортовой – это у нас идёт билетно, на кассовый аппарат, бортовой. То есть под нём мы получили лицензию, то есть в данном случае данный аппарат может, вот мы вставляем 50 рублей, проезд, в данном случае у нас 10 рублей. Показано на мониторе, что внесено 50 рублей, цена билета 10 рублей. Также обозначение идёт 1, 2, 3, 4, 5 билетов. Один билет, то есть вот мы, выходит потом билет, то есть который получается 40 рублей сдачи выходит из данного аппарата. Здесь указана принадлежность к предприятию, разовый проездной билет, время, дата. То есть в данном случае вот такой вот аппарат, который был изобретён нашими. Если проект будет поддержан, разработчики планируют оснастить все городские троллейбусы, а это более сотни машин, электронными билетно-кассовыми аппаратами. Арсений Ковалевский, Анна Малышка, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя.